Новые подходы к формированию бюджета – это целый ряд мероприятий. И оптимизация расходов, и выстраивание работы госкомпании с учетом разумности и оправданности госфинансирования, и внедрение новых инновационных проектов и многое другое. И все это для достижения главной цели – устойчивого развития региона в современных экономических условиях. Об этом сегодня говорилось и на Арктическом совете, который проходит в Архангельске. В мероприятии принимают участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, полпредпрезидента Владимир Булавин, специальный представитель президента Артур Челенгаров и глава регионов Северо-Запада, в их числе и глава нашего региона Игорь Кошин. На международной конференции обеспечения безопасности и устойчивого развития арктического региона, сохранения экосистем и традиционного образа жизни коренного населения Арктики представлено мнение не только представителей научной общественности. Губернаторы арктических регионов Игорь Орлов, Игорь Кошин и Вячеслав Гайзер озвучат свое видение социальной и экономической активности власти для поддержки коренных малочисленных народов Севера. Успех устойчивого развития коренного населения Арктики в балансе между сохранением традиций и внедрением современных технологий. К примеру, наш проект кочевых школ предусматривает использование электронных учебников, а классы по изучению Ненецкого в школах округа оснащены мультимедийным оборудованием. Как бы странно это ни звучало, прогресс помогает нам сохранять культуру коренных народов, а поднятию престижа профессии лениводов способствует целевая экономическая поддержка от государства. Сегодня мы субсидируем не все издержки, а часть затрат в зависимости от объема производственной и реализованной продукции. Тогда получаем реальный результат.